Добрый день, программа «Парадокс», в эфире ведущий Степан Демура. Телефон студии 659-996, звоните, также можете написать на сайт Финам.фм свои вопросы. Сегодня у нас в гостях Валерий Трапезников, депутат Госдумы от Российского народного фронта, Владимир Милов, лидер Демвыбора. Добрый день, Валерий, добрый день, Владимир. Добрый день. Ну, заявленная у нас тема передачи такая желтая, это семейные дрязги депутатов перед подачей декларации, ну и выступления Шувалова. Ну, я думаю, что семейные дрязги никому не интересны. Безусловно. Чего их обсуждать, мы же все-таки не какая-то там комсомольская правда, например. Ну, так тоже нельзя, комсомольская правда, уважаемая газета. Это шутка, это шутка. О чем хотел поговорить, вот, Валерий, хотел бы просто задать вопрос. Вот вы представляете общероссийский народный фронт, да? Там есть, например, фронт освобождения Палестины, они борются с сионистами, был там белорусский фронт, первый, второй боролись с немцами. А вы с кем боретесь? Мы не боремся, это объединение здравых сил в нашем обществе. В принципе, ну, название не все определяет, определяет сущность, что мы делаем, что мы, какие законопроекты вносим, вот основа. Но как назвать, это не столь важно. Это не партия, это фронт, то есть объединение людей. Объединение людей, которые... Которые хотят бороться с коррупцией, которые поддерживают президента по многим вопросам, да по большинству вопросов. Смотрите, но ведь вы же шли на выборы вместе с Единой Россией, правильно? Да, конечно, но. А как иначе? Но эта партия же ведь чиновников. Да нет, вы сами видите, парадокс. У нас четыре фракции, и представители рабочего класса, вот именно у нас только, в Единой России, ни у Зюганова, ни у Жириновского, ни у Миронова нет, а у нас есть. То есть у нас учителей, очень много врачей простых. То есть те люди, которые составляют большое количество, ну, в процентном отношении, те люди, которые хотят жить так, как нужно жить по правилам демократического развития общества. Посмотрите, и получается, что эти люди, они голосовали, например, за приватизацию Стабфонда, за вступление в ВТО. Ну и что? Я считаю, что правильно. А, то есть Стабфонд можно приватизировать, разворовать можно... Ну почему? Мы не будем на эту тему говорить. Ну почему? Зачем? Ну вы сказали, что вы представляете здоровые силы общества. Да, безусловно. Вот я не вижу, как вы представляете. Ну это вы считаете. Вы понимаете? Хорошо, смотрите. У нас в демократическом государстве, я уважаю точки зрения любого человека, но моя точка зрения может не нравиться вам, а я ваше мнение уважаю. То есть... Дело что же. Так, и в том-то и дело. Я считаю, что то, что мы принимаем в какой-то степени, это нормальное. Естественно, что некоторые законопроекты, может, не идеально, но, с другой стороны, у нас еще есть Совет Федерации, у нас здесь политические партии, а Совет Федерации, представители регионов, они должны резать по нашему закону, если их не устраивает, а потом уже, извините, подписывает президент. То есть мы только первая ступень формирования законодательных законов Российской Федерации. То есть не надо бросать камушки только в дом. А в ТО это хорошо, мы 18 лет к этому шли. Скажите, пожалуйста, вот мы шли 18 лет, а в Госдуме депутаты хорошо английский знают? Ну, я не знаю. А как же они так голосовали? Ведь некоторые части этого договора не были переведены на русский. Вы знаете, то, что я читал, мне было все понятно и нормально. Если у нас рыночное взаимоотношение в стране, и мы вступаем в мировую экономику, то есть мы должны быть в ТО. Если в ТО было 6 стран мира, тогда бы я еще подумал. Если в ТО вступили почти все страны мира, так, естественно, почему нам где-то за глухим забором жить? Мы уже много лет жили за железным занавесом. Пора открывать ворота и идти вперед. Хорошо. То есть если все будут выпрыгивать из окон, мы тоже должны. Ну, надо будет, выпрыгнем. Ладно, Валерий, давайте перейдем к теме трясения или наводнения. К теме нашей программы. На самом деле, очень интересное исследование было сделано. Сейчас скажу, кем оно было сделано. Лабораторий Кроштановского. В декабре 12-го, феврале 13-го года они исследовали настроение нашей молодежи. Как они представляют себе жизнь, страну и все остальное. Вот очень интересно, что наша молодежь не такая глупая, как казалось, и нам хотят представить. Они считают, что основной проблемой в России является коррупция, воровство, бедность и несправедливость. Причем носителями социального зла, коррупции и воровства являются, по мнению молодых людей, исключительно чиновники. Мы переходим к борьбе с коррупцией. Скажите, на ваш взгляд, сейчас у нас с коррупцией кто-нибудь борется? Или идет такая просто рекламная кампания пропагандистская, что мы с кем-то боремся? Ну, если посмотреть на реальные результаты, то ситуация ухудшается от года к году, взяточничество больше, проблем связанных, оборот коррупционного рынка по оценкам больше. Есть такие очевидные признаки, например, что если взять рейтинг «Эксперт-400», крупнейшие российские компании, то мы там увидим, что всякие, например, строительные компании подрядные, которые возглавляются, и там собственники их, это бывшие тренеры Путина под «Жюдо», они там входят в двадцатку, тридцатку крупнейших российских компаний по оборотам. Это вся та же история, когда... Ну, они же могут честно выполнять контракты. Степан, могут и честно, но, понимаете, когда у вас в городе муж-мэр, а жена у него крупнейший девелопер, это нехорошая история, да. Она может просто уникальным бизнесменом. Вы знаете, если один раз, да, она может быть, это вот, я, например, судился с таким персонажем известным по фамилии Тимченко, он тоже там везде говорил, что я просто такой талантливый бизнесмен. Вы знаете, если это один раз произошло, то это действительно может быть он талантливее. Но если это происходит повсеместно, и за последние 15 лет стало системой, когда друзья и родственники высокопоставленных чиновников вдруг становятся обладателями несметных богатств и никого больше не пускают на этот рынок, да. Вот тот же «Стройгазмонтаж» Ротенберга, он оттеснил всех подрядчиков от «Газпрома» и «Стройгазконсалтинг». Да, 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 «Зият Манасер», да, тоже люди, понятно, откуда взявшиеся, да. У них совместный оборот на двоих, у этих двух компаний, 20 миллиардов баксов. Они оттеснили всех от этого рынка, и то же что, они очень талантливые у нас, да. Товарищ Тимченко, который торгует нефтью государственных компаний, он же ведь не с частниками работает, он талантливее в том, чтобы добиться монополии на продажу нефти «Газпромнефти» на экспорт. Ну, хорошо, а как с этим бороться? Бороться с этим надо системно, потому что конфликтами интересов проросла просто вся действующая власть. Вот у нашей партии, там можно на сайте найти, в разделе программы есть подробное предложение по борьбе с коррупцией. Там отдельный раздел, например, там много разделов, но один из них посвящен борьбе с конфликтами интересов. В частности, вот мы убеждены в том, что сейчас, видите, они там, мы начали с чего, они в Думе с женами быстро поразводились, чтобы имущество в декларациях не показывать. А на самом деле, на самом деле, нужно как максимум запретить, подождите, как максимум запретить, вот мне не нравится, знаете, Нет, мы эту тему не будем трогать. Не надо обвинять, никто не развелся, покажите мне развод. Слушайте, вот, Степан, вы задали меня. Слушайте, давайте эту тему не трогать. Вы задали такой несерьезный вопрос. Я предлагаю эту тему просто не трогать. Кто-то живет в церковном браке, кто-то в гражданском. Вы спросили, как бороться, да, вот один из инструментов. Меня просто, извините, я прибил, Владимир, у меня просто, вот, слушайте, есть пример господина Ю, который победил коррупцию буквально в своей стране за 3-4 года. Есть пример того же, как у нас называют, бешеного Мишеко, который тоже, в общем-то, быстро достаточно разобрался с коррупцией в силовых структурах, в судейской системе и, в общем-то, в экономике. Она осталась на высоком уровне, но на высоком уровне коррупция существует в любой стране. Тут с этим что-нибудь поделать, деньги-то же большие. А у нас-то что, у нас коррупция уже, по-моему, борется сколько, 5-6 лет? А вывод денег из страны, на самом деле... У нас и страна немножко другая, чем у господина Ю, потому что... Не надо рассказывать сказки. Когда вы в маленьком... Нет, это не сказки. Послушайте, вы мне хотите сказать... 150-миллионная огромная Россия, это не маленький Сингапур. Минутку, 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 причем здесь маленький. Кроме того, господин Ю отдал свой суд на аутсорсинг в Лондон. Владимир, можно я так скажу? Владимир, послушайте. Господин Ю отдал всю судебную систему на аутсорсинг в Лондон. Такая разница. Вы предлагаете это сделать? Минутку, послушайте. Чтобы у нас не было судов, и мы все иски рассматривали в Лондон. Владимир, вы не дадите демонстрации. Ну а чему тогда кукарекать про господину Ю? Ну, Степан, а зачем кукарекать про господину Ю, если простейший вопрос? Вадимир, не хамите, а. Извините, пожалуйста. Если я вас обидел, извините. Я не обижаюсь, просто надо хамить. Это первый раз с Сингапуром, когда они отдали просто всю судебную систему во внешний мир. Вот и вся история. Вы хотите сказать, что законы экономики и законы общества, они работают в разных странах по-разному? Ну, если вы отдаете судебную систему в Лондон и ликвидируете просто суд в Сингапуре и говорите, у меня все судебные дела, в том числе о коррупции, будут рассматриваться в Лондоне. Ну, конечно, так можно победить за 3-4 года коррупции. Я считаю, что в России должна быть своя сильная независимая судебная система, так как в Сингапуре мы действовать не можем. Я как только начинаю о чем-то конкретном говорить, то вы сразу как-то начинаете меня перебивать вопросами. Что касается, вы спросили, как победить коррупцию, один из вопросов это борьба с конфликтами интересов. Как только жена, родственник, друг, старый знакомый, который много лет с этим человеком работал, начинает в сфере вверенного ему регулирования где-то зарабатывать деньги, тут же должно быть повышенное внимание, как минимум, если не запрет. Общественные организации независимые должны все эти отношения проверить под лупой, да, разобраться, почему Тимченко, Реттенберг и прочие получили эти контракты. Как Батурина получила свой девелоперский подряд, да. Ну вот есть специальный законодательный механизм, посмотрите у нас на сайте, это реально интересно вам будет, если вы хотите разобраться, да. Мы там подробно расписываем, какие механизмы должны действовать, кто должен вмешиваться, какая должна быть процедура, да, чтобы это рассмотреть. Но борьба с конфликтами интересов, это, конечно, ключевая история, потому что такого, что все их родственники и знакомые кролика богатеют во вверенных им сферах регулирования, такого, кстати, в Сингапуре не было. И вот Ликван Ю с этим очень четко боролся, между прочим, правильно делал. Но этого никто не делает у нас в России последние 15 лет, поэтому все таким пышным цветом и расцвело, потому что мы там по телевизору демонстрируем. Нет, но до этого не было таких конфликтов интересов, потому что это разрослось в путинскую эпоху. Минутка, минутка, а то есть при Ельцине не было залогов акционов? При Ельцине была система такая, что был бизнес и были чиновники. Они платили друг другу взятки, чиновники отдавали им активы. Но сейчас это срослось в единое целое. А тогда не было единого целого. Ну, Ротенбергов-то не было тогда. Тогда были все наши олигархи. Тогда олигархи никого не было в списке миллиардеров, который был бы личным старым знакомым или женой президента и мэров. Вот история, когда жены мэров и большие тренеры президентов под зюдо стали попадать в рейтинг миллиардеров, это чисто путинская история. Это, знаете, у вас как пластинка. Зациклились и пошли. Давайте без Владимира. Все, извините. Но, с другой стороны, если у вас такая изумительная программа, сейчас принят закон о выборах губернаторов 8 сентября, выставляйте свою кандидатуру. Обязательно, да. Да. И я не уверен, что вы победите, потому что народ вас не понимает. Ну, это избиратели будут решать. Безусловно. Если вы победите, я вам пожму руку. Мы вернемся в студию после коротких новостей. Добрый день. Мы снова в эфире. Ну, вот Владимир поднял такую тему, что общественные институты должны контролировать коррупцию. Вот я хотел бы тоже зачитать из этого исследования очень интересный вывод. Но это касается нашей молодежи. Ну, впрочем, наверное, всего общества. Что российская молодежь, независимо от социальной и региональной принадлежности, продолжает демонстрировать политическую культуру патернациалистского типа. Этот тип политической культуры характеризуется отстраненным отношением к власти. Индивид ждет от государства благ и помощи, опасается диктата и притеснений, но в целом согласен с установившимся положением дел. Он в малой степени стремится изменить существующее положение дел и активной политической борьбе предпочитает ворчание или уход в свой микромир. Вопрос сразу возникает. А как тогда общественные институты могут повлиять на коррупцию? И вообще, как с ней, вы думаете, можно бороться? Бороться с коррупцией, понимаете, победить ее нельзя. Берлускони, сами знаете, как боролся, как в Италии боролись, это будет вечно. Другое дело, может быть, какие-то рамки, потому что как из преступности невозможно победить, потому что человек слаб, к сожалению, от соблазнов. Я считаю, что вот народный фронт, хоть как могли к нему относиться кое-кто, там представители разных слоев общества. Я считаю, что мы в будущем будем идти на выборы, не оттесняя богатых людей или олигархов. То есть будет больше представителей в законодательной власти и в регионах, и в Государственной Думе. И вот тогда мы будем принимать законы. Вот Петлон Шувалову уже не нравится наш законопроект. Это прекрасно, мы в демократическом обществе. А я считаю, что он еще недостаточно жесткий. Тот закон, который мы вносили с Лысаковым, там четко 10 миллионов штраф в пользу государства, но в исключительных случаях и тюремного заключения. Хотя я к тюремному заключению отношусь очень отрицательно, только штрафы. Вот это и уже идет очищение, как говорится, элит. Да, кое-кто из депутатов уже ушел из рядов, посчитал, что бизнес для него важней. Дай бог, нет проблем. А почему вы считаете, что если коррупция такое зло, которое практически угрожает и территориальной целостности страны, и в общем существовании страны как таковой, недостойно, скажем, тюремного срока? Я, видите, в чем дело. Я хорошо знаю историю нашей страны. К сожалению, мы столько уже пересадили граждан, начиная с 17-го года. Я вот считаю, нужна конфискация. Вот, может, немножко грубо сказано, если он виновен, раздеть догола. Понимаете, если живет в Москве, как уважаемая гражданка Васильева в 13-комнатной квартирке. Вот если она будет виновна, комнатку в Митино, полной конфискации, пусть начинает работать продавцом в военторге. Ну, слушайте, вот взяли гражданку Васильеву, а гражданин... Сюрдюков? Сюрдюков, да. А он не виноват ни в чем? Видите, в чем дело. Мы с вами не следователи, я уголовное дело не читал. Если суд посчитает нужным, арестовать можно и в зале суда. Но кормить на деньги в СИЗО, я считаю, он не маньяк, он не совершит преступление уголовное такое, не убьет никого. Пусть пока гуляет, пусть пока гуляет, готовится. А вам не кажется, вот лично очень странным, что столько подчиненных занимались, скажем так, коррупцией в Ростовом банальном? Пусть даже Сюрдюков этим и не занимался. Но ведь это же его подчиненные, он разве не несет ответственность за их действия? Давайте так, будет решение суда, если нам приговор... Я чисто по-человечески не веду. По-человечески, вы знаете, он не убежит никуда. Никуда не убежит. То есть, в принципе, пусть гуляет. Зачем харчи-то есть государственные? Ну, можно же ведь и трудовые лагеря организовать, как все время было. Ну, это уже ни к чему, понимаете? К чему? Сталин боролся с точно такой же проблемой. Ну, Сталин, давайте, Сталину не будем трогать, потому что Сталин для меня-то тиран. Почему тиран? Ну, для меня-то тиран, потому что я... Хорошо. Да, для меня это не демократ. Я хочу жить в демократическом обществе. И я считаю, что если на Василию надели браслет, пусть пока погуляют с браслетом. Который стоит, по-моему, раз в сто дороже, чем аналоги иностранные, да? Ну, это уже другой вот. Даже здесь есть коррупция. Ну, что сделать? Вот будем бороться. Вот смотрите, как раз проблема здесь в том, что все это расследуется, то, что в Минобороне происходило. Да, там действительно серьезные вещи, имущество, там земли раздавались как-то, непонятно, да? Машина стоит 6 миллионов. Проблема в том, что общественность не допущена к тому, как расследуется это дело о крупнейшем хищении бюджетных денег и государства имущества, да? У них там все это варится в черном ящике. Иногда открывается окно и говорит, вот Василия под подозрением, а Сердюков нет. Почему нет? Почему она? Владимир, развитие распоревает. Все-таки, а скажите, пожалуйста, вот как общественность, вот вы себе представляете механизм допуска общественности к этому делу? Есть специализированные, в частности, зарегистрированные официально некоммерческие организации, которые занимаются борьбой с коррупцией. Там вот Transparency International и Распила до всевозможных прокремлевских, которые тоже имитируют эту борьбу. Вот их всех надо собрать вместе, там как-то придерживающихся разных политических взглядов. Создать из них, вот это наша идея, мы, собственно, и конкретно давно это предлагаем, создать пул неправительственных организаций. Большой, такую антикоррупционную палату из структур, которые профессионально занимаются проблемами коррупции, да? Чтобы они делегировали своих представителей для, в том числе, расследования вот таких вот фактов аффилированности и сомнительных дел. А у них полномочия, да. Так надо наделить их законом. Ни в одной стране мира нет. Общественность не может вмешиваться. Минутка, минутка. Вы только что вдвоем сказали, что у России особый путь. А тут начинаете апеллировать. Но юриспруденция еще с Древнего Рима. Смотря во что, Валерий, смотря во что, вы, видимо, просто смешиваете вещи. Конечно, в полномочия и следственных органов смешиваться не может, мы этого не предлагаем. Но аудит бюджетных расходов, и я знаю, о чем говорю, я был чиновником достаточно высокого ранга, который управлял госимуществом. Аудит бюджетных расходов и эффективности использования госимущества... ...госимущество может провести кто угодно. Вот кто угодно. Никаких юридических препятствий для этого нет. Более того, мы считаем, что надо законодательно обязать государство и те распорядители бюджетных средств, там, министерство, да, обязательно привлекать независимую общественность к этому аудиту. Это надо сделать законом. Нельзя, чтобы это было в черном ящике. Надо допустить к этому всех тех, кто вот заявляется на общественной ниве, что они профессионально работают в сфере борьбы с коррупцией. Пишите законопроект, отдавайте мне. Он же есть. Где? Я пришлю, если хотите. Ну, если вы серьезно, Валерий, я вам пришлю. Нет, давайте я почитаю. Может, он нам понравится. Мы правшие. Хорошо, договорились. Счетной палате вы не доверяете? Вот как раз мы считаем, что счетная палата показала свою огромную неэффективность за почти 20 лет существования. Ни одно из ее расследований не закончилось никакими серьезными результатами. При том, что на содержание этих ребят тратится более миллиарда долларов в год. А может быть, просто результаты счетной палаты, они никого не интересуют? Просто счетная палата, мы считаем, что это такой внутрисистемный орган, который заинтересован покрывать вот все эти вещи, которые там есть. Это было очень четко видно на примере с делом о транснефти и в Восточном нефтепроводе, где там простой вопрос. Вот мы говорим об общественности, публичности и так далее. Этот отчет о проверке транснефти, он ДСП, для служебного пользования. У нас одна просьба, рассекретьте его. Но он же был выложен, Навальный, по-моему. Так в том-то все и дело, что там никаких гостайн-то нет. Что секретить его? Давайте пусть счетная палата официально. Она же только отникилась. Она говорит, что там то, что Навальный сказал, что 4 миллиарда украли, это неправда. Хорошо, выйдите, опубликуйте, выйдите со своими аргументами, скажите, что мы считаем, что то, что пропало 57 миллиардов на завышенных сметах за счет внедрения так называемых генподрядчиков, мы не считаем, что это украли. Подпись Степаша. Ну пусть вот так выскажутся и признаются в этом. Просто это все, вот как раз пример, вот эта история с транснефтью, это пример, как все эти вещи держатся в закрытом режиме черного ящика и общественность не знает, что там происходит. Но Степашин работает по федеральному законодательству, значит нужно его менять. Все нужно менять, вот мы меняем непрерывно. Я поразился, когда пришел в туму. Вы согласны же, вот вы согласны с моей идеей допуска независимых общественных структур? Ну до определенного момента, видите, Министерство обороны это, понимаете, не нефтяная компания. Здесь есть вопросы, которые... В какой-то части да, но, например, раздача имущества и земель частным структурам, мне не кажется, что это сфера угрожающая обороноспособность страны. Очень успешно, у них правда не хватает, по моему мнению об этом даже и говорил Бастрыкин, не хватает экономического образования, понимаете, вот это дело очень сложное. Но я думаю, что процесс будет очень сильный, серьезный процесс и после этого пойдут сильные подвижки. Вот здесь, позвольте вам возразить, значит, Шувалов не последний человек в правительстве. Второй, второй по сути дела. Вот я тут цитатки из его пламенной речи накопал, буду зачитывать. Говорит господин Шувалов, мне кажется, дошло до того, что стали приниматься не совсем разумные нормы поведения, касающиеся какой-то зарубежной собственности и так далее. Следующим номером программы будет что? Проработал в бизнесе год, наверное, ты где-то что-то украл, значит, ты не можешь быть депутатом Госдумы министром. Он говорит правильно, потому что вся вот эта, на мой взгляд, профанация борьбы с коррупцией, какие-то счета, какая-то недвижимость, ну это бред с его кобылом, я объясню сейчас через минуту почему. Далее, это далеко идущие вещи. Это невозможно все время думать, что все кругом жулики и людей, у которых есть деньги, не допускать до решения проблем. А кто тогда будет решать эти проблемы? Ну, вы знаете, как-то практика показывает, что, в общем-то, кругом жулики. Если ты во власти, неважно, украл ты или нет, надо тебя посадить. Согласно мнению молодежи, согласен. Но это уже полный беспредел. Почему, не знаю. Тема коррупции является болезнью не только для РФ, но и для многих стран. У меня вопрос. Вот смотрите, вы пишете законопроекты, которые заставляют там что-то декларировать. А вы знаете, какая самая страшная организация в США? Не ФБР, не ЦРУ, а АРС. Налоговая. Так почему же никто не предлагает законопроект, который бы контролировал расходы чиновников? А у нас закон принят. Какой? Сейчас нужно отчитываться и о расходах. То есть, если расходы будут превышать доходы, извините, это уже наказание будет. И уголовная ответственность пойдет, и человек теряет пост. То есть, в принципе, это не понравилось кое-кому. Потому что, если, предположим, заработал тот человек, о котором вы говорили, полмиллиарда, а если он потратил за год еще больше, то возникает проблема, откуда он взял деньги. Вот, Валерий, к сожалению, вынужден не согласиться с вами. Нет такого порядка сегодня. И есть огромная дырка, что Россия так и не ратифицировала 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции. Где как раз эта статья, где говорится, что если у чиновника есть расходы или имущества, происхождение которых он не может разумно объяснить своими легальными доходами, то это, в принципе, приравнивается к расследованию как уголовного преступления. Сейчас, до 1-го июля, по указу президента. Давайте ратифицируем 20-ю статью. Это же проще пареной репли. А действительно, почему не ратифицируют? А потому, что у них у всех есть имущества и доходы, которые подпадают под эту 20-ю статью, которые происхождение не могут разумно объяснить. Потому что там говорится, кстати, не только про чиновников, но и про их семьи в том числе. Вот такая история. Поэтому они не ратифицируют. Я думаю, что нынешний созыв все ратифицирует. Я очень на это надеюсь. Я тоже надеюсь. Только аплодисменты, Валерий, только аплодисменты. Ну, ратифицируйте, наконец, ну столько лет прошло. Вы знаете, но, к сожалению, я бы завтра проголосовал. Давайте, внесите этот вопрос. Мы уже об этом говорили. Думаю, что в ближайшее время, ну, до осенней сессии, наверное, вопрос будет подниматься. После того, как до 1-й... У 20-й статьи Конвенции ООН. Думаю, что да. Отлично. Потому что до 1-го июля здесь уже... Вы серьезно говорите? Я так думаю, мечтать не вредно политику. Но это же он-рекорд, это все в эфире, это записывается, да? Да, я думаю, что я считаю... Я припомнил, Валерий, все припомнил. Я считаю, да, может, кому-то и не понравится из фракции, я считаю, если уж бороться с коррупцией, идти до конца. Потому что иного пути для нашей России нет. Мы богатая, хорошая страна, и нам нужно очищать грязь. Вопрос тогда, Валерий, и к вам, и к Владимиру. Как у нас получается после вашей критики? Организаторский талант. На самом деле вопрос серьезный. У вас не создается впечатление, что вот эта последняя, так сказать, профанация борьбы с коррупцией, я буду все-таки настаивать в своем, и происходит еще какое-то такое целенаправленное очернение Госдумы? Вы знаете, я не думаю, потому что ведь этот законопроект пока еще... Валерий, извините, мы должны прорваться на короткие новости. Валерий, все-таки я хотел вернуться, вот вы сказали, что вы будете бороться с коррупцией, продолжать. А не кажется ли вам, что вот эти заявления господина Шувалова, они служат таким неким сигналом о том, что так, все-все, заканчиваем, завершаем, все зашло немножко далековато, мы на это не рассчитывали. А сигналом кому? Элитам и всем остальным, что, ребята, расслабьтесь, все закончено. Не знаю, мы, депутаты, приняли к сведению, но я не говорю за всех депутатов, но мне и нравится, что у нас разные точки зрения, во-первых, мы в разных социальных плоскостях находимся, но с другой стороны, понимаете, конечно, когда он, по сути дела, самый богатый человек в правительстве, я не осуждаю за богатство, богатство это говорит о том, что он умеет. Чисто формально. Да, чисто формально. Но с другой стороны, в конце концов, как-то надо начинать. Пусть методом небольших ошибок, но надо идти вперед. И вот я даже поднял вопрос, вы, наверное, помните, и президенту, и премьеру по золотым парашютам, потому что я приехал в регион, и когда мы прочитали, что глава Ростелеком получил 280 миллионов, но для большинства россиян это непонятно. Это не самый выдающийся менеджер, так ведь? У нас Чубайс самый выдающийся менеджер. Ну, наверное, но он и то не получает. Самый эффективный. Да, да, он и то таких денег не получает. То есть, в принципе, мы уже сейчас будем готовить лично, я законопроект, я считаю, что есть, но хотя президент и премьер мне лично ответили о том, что сейчас готовится какая-то инициатива, или это указ будет, или постановление правительства, я считаю, надо или налог платить, очень серьезный, с этих парашютов, или уменьшить просто. Можно я тоже два слова скажу? Во-первых, это же не Шувалов начал этот ход на попятные. Помните, прошлым летом вы же внесли с Лусаковым закон о запрете недвижимости за рубежом, а потом выступил товарищ Путин с посланием к федеральному собранию, где сказал, что декларировать будем, а вот запрет это чрезмерно. И в итоге все с этого дела снялось и отступили назад. Так что у них, конечно, откат, это достаточно серьезная такая история. Не хотят они до конца прижимать, они хотят какие-то инструменты, крючка создать себе на определенных людей, но до конца бороться с проблемой не хотят. Во-вторых, я хотел сказать просто про депутатов Госдумы. Несмотря на публичную истерику на эту тему, вот мы, наши партии, я, мы категорически противники того, чтобы запрещать депутатам Госдумы владеть, заниматься бизнесом, владеть недвижимостью и так далее. Депутат это не чиновник. Депутат не имеет распорядительных функций. Вот здесь я с вами абсолютно согласен. Это народный представитель, который... Мы лишаем целую группу людей, предпринимателей, которые создают добавленную стоимость, рабочие места. Мы лишаем их конституционного права избираться в парламент. С каких это коврижек, извините меня, да? Бизнесмены должны быть в парламенте. Если их там не будет, если их там не будет, то будут приниматься там законы о повышении налогов, о том, что бизнесу только делать хуже. Это нельзя, да? Поэтому вот эта компанейщина против того, чтобы депутаты Госдумы занимались предпринимательской деятельностью, мы категорически против этого. Чиновники, да, депутаты, оставьте депутатов в покое. Нет, давайте так. Если он, предположим... Согласен с вами. Нет, я не согласен с вами. На период депутатства он должен что-то решать. Или он сидит, работает в комитетах. Я поразился, у нас по 12-часовой рабочий день, я как рабочий человек не ждал этого. А есть депутаты, которых, к сожалению, не очень часто увидишь. Нигде. Нет, вот, Валерий, здесь может быть что? Я согласен с тем, что, например, их можно на период депутатства действительно обязательно... Они отдают в управление. Да, в управление, да, отдают. Но, когда вы лишаете мандата за занятие бизнесом, извините, я категорически против. Так надо отменять этот закон, это идиотский закон. Нет, вы понимаете, давайте так, я понимаю, вы со мной сейчас будете, как говорится, не очень согласны. Нельзя запрещать предпринимателям быть в парламенте. Конечно нет, ну там должны быть... Ну так давайте отменим этот закон, нельзя этот запрет содержать. Вы понимаете, Государственная Дума, я с вами согласен, социальный срез общества. И я считаю, что там должны быть очень богатые бизнесмены, должны быть юристы, врачи, педагоги, все социальные группы. Тогда они будут принимать законы те, которые нужны всем слоям общества. Ну, например, так, да. Но с другой стороны, понимаете, когда вот я знаю одного депутата, который недавно ушел, я могу откровенно сказать, пусть на меня обижаются коллеги, я его видел за все время два раза. А если бы он через конкурентные выборы проходил, Валера, его бы никогда не выбрали в парламент, потому что попадают они все туда, из-за того, что кто-то их втиснулся очень хорошо сделали. И никогда, я с вами здесь соглашусь, никогда человек, который владеет недвижимостью и работает с западными компаниями, никогда его, предположим, не изберут в Сызрани, в Перми и так далее, и так далее. Но, может быть, на самом деле, Владимир поднял очень интересную тему, именно, на мой взгляд, что как-то вот с запретительными мерами обычно никогда ничего не получается. А знаете, запретительные меры всегда. Вы, ребенка, вы запрещаете ему делать все, даже при рождении, не упади, не ходи и так далее. Всю жизнь идут запретительные меры. Правильно, потому что вы родители, вы заботитесь о ребенке. У нас много есть законов, которые абсолютно не выполняются. Но выполняют, не выполняют. Минут, и никто их не контролирует, не выполняют. Почему? Судебная власть, ну, сами знаете, у нас какая. Силовые структуры тоже занимаются неправильно. Да ничего, ничего, работают. Да-да, работают. На троечку и работают, не надо. Вопрос, понимаете, вы предлагаете очень много мер по борьбе с чем-то, а инструментов-то у вас и нет, получается. Потому что, еще раз, судебная система, она смешная. Будем говорить, ну, давайте вещи называть своими именами. Вы обращались в суд? Обращался. У меня волосы дымом стали. А вы знаете, видимо, вы по разные стороны жили. Я за всю жизнь никогда не дал. Я уже постарше вас всех. Я не брал, не брал задки, мне никогда не дал. Я об этом говорю. То есть я не обращался в суд никогда. Я жил всегда по законам. Валерий, я тоже по законам просто обратился, пришлось пойти в суд. У меня волосы дымом стали. Когда судья называет белым и черным, а черным белым. И посмотрите на... Ну, брак бывает везде. Я говорил о реальных вещах. Понимаете, почему я издаю вам этот вопрос? Что вы принимаете законы, пусть даже очень хорошие и правильные, предположим. А кто их будет выполнять? Ну, вы знаете, для того и существует вертикаль государственного управления. Ну как? Для этого есть губернатор, есть полномочный представитель президента в округах, есть правительство в каждом регионе. Ну как? Не исполнять? Значит, и нужно писать. Нужно писать гражданам. Для этого существует уйма партий. Я за многопартийность. Писать, писать, писать. Вот сейчас будет прямая линия с президента. Можно по-разному к этому относиться. Но, по крайней мере, это нормальный порядок. Я бы очень хотел, но, к сожалению, этого нет. Каждый губернатор... Посмотреть, как президент проводит прямые линии. 83 субъекта федерации. Ни один губернатор не проводит такие прямые линии. Ни один мэр крупного города не проводит. Почему они не проводят? Потому что как-то они, видимо, не очень подготовлены к таким жестким вопросам. У них просто свита меньше. Да, смотрите, если можно, я прокомментирую. Во-первых, что касается вот такого... Если главного просто рецепта бороться с коррупцией. Мы уже его обсуждали полпередачи, да, прозрачность. Вот вопрос, если запреты действуют в рамках какой-то внутренней системы, где потом вы через свою крышу можете себя прикрыть, да, и защитить. Это ни один запрет не сработает. Будут исключения, будут откаты назад, там, и так далее, да. Поэтому прозрачность и доступ к информации о том, а что там происходит, как распределяются подряды на бюджетные деньги, как используются государственные имущества. Это такие вот очень простые вещи. Просто все должны знать, что вы не можете сделать шагу в системе. Как налогоплательщик, да, должны вы знать, куда идут деньги. Абсолютно, я налогоплательщик. Я хочу понимать, какого черта Чубайс в Роснано списывает 22 миллиарда на... Почему говорят, для нашей компании это не очень большой процент неудачных проектов. На эти деньги можно построить, да, детские сады. Это не ваша компания, это наша компания. А позвольте, я вам возражу. Ну, давайте. Смотрите. Да. Вы говорите правильные вещи. Вот прозрачность. У нас в стране, вот ко мне приходит очень много гостей, да. Умные, хорошие люди, они знают, что делать. И все говорят о том, ну вот смотрите, здесь воруют, там воруют, везде воруют. Если все об этом знают, прозрачность есть. А где результат-то? Нет, ее нет прозрачности, потому что, смотрите, я под этим понимаю очень инструментальную категорию. Например, конкретный отчет с анализом, что где украли в строительстве трубопровода. Вот рассекретьте, дайте там по буквам и цифрам посмотрим, да. Или с Роснано очень простая история. Там же ведь в чем? Они завысили в проекте цены на поликремний, которые потом упали, да. Так это очень легко. Я знаю, как эти проекты делаются. Найти презентацию, где какой-то чувачок, консультант написал, что они будут большие, а они потом оказались маленькие. И вот на базе этого бюджетные деньги были выброшены в корзин. Владимир, вынесем, наверное, в инструментальную категорию. Не прозрачность вообще, а очень конкретно. Ну вот хорошо, у вас есть, предположим, у вас есть этот отчет. Вот счетная палата предпочитала. Дальше что? Дальше что? Что если мы по итогам этого отчета, например, вот это одна из мер, предлагаемых нашей партией, если мы выясняем, что конкретный чиновник или человек, нанятый за госденьги в госкомпании работать, причастен к сознательному действию на то, чтобы украсть бюджетные средства, например, он пожизненно лишается права занимать госдолжности после этого. Пусть, как Валерий правильно сказал, идет там охранником, сторожем работать или куда-нибудь еще. Это очень эффективная мера, которая в ряде других стран использовалась. У нас это совершенно точно надо делать. Вот если они будут, значит, запрет на профессию, после того, как один раз проворовался и доказано. Вот здесь это вопрос же даже не то, что мы их... Нет, ну если вы знаете, давайте я... Вы говорили, там конфискация, там сажать, да, даже не в этом дело. Это можно и посадить, можно и конфисковать. Но дайте начнем с того, чтобы чиновник знал, что если доказано, что он хоть раз где-то сознательно украл, больше он на чиновничек должностях просто не сможет работать. Я выхожу с предложением вам. Вы напишите, у вас есть депутаты свои, да? К сожалению, у нас депутатов нет, потому что... Почему не было? А потому что нас к выборам не допустили в 11-м году. Нет, вы меня не поняли. Депутат у вас есть... Территориальный. Да, от Единой России в первую очередь. Нет, так в Госдуме-то нет сейчас одномандатных депутатов. Какая разница, они избирались от Москвы? Напишите Ресину, напишите Ресину Швецовой. Вот еще, Ресину с часами за миллион швейцарских франков, писать о коррупции. Давайте мы не будем говорить. Нет, давайте не будем говорить. Жалко, что вы не в Перми живете. Вы бы мне написали, я бы чайки депутатский запрос. Мы можем простую вещь сделать. Вот эти наши законопроекты я могу просто прислать вам. Да, но вы говорите много о коррупции, так отдавайте депутатам. Швецовое дайте. Швецовый, Ресин, это как раз представитель команды Лужкова. Не будем говорить об этом. Она депутат. Мы с ними судак даже разбирались. Она должна волю избирателей выполнять. Ну вот волю она выполняет так, что... А вы ей писали? Да, мы с ней много раз общаемся. Нет, вы официально пришли на прием. Придите к приемную Медведева. Да, все-таки вот одну вещь и не понял, да? Хорошо. Все все знают. Получили мы этот отчет, скажем, счетной палаты. Там сказано, что ну Вася Пупкин столько своровал. А дальше что? Нет, дальше то, что это должны... Это называется неотвратимость наказания. Вася Пупкин поднял, трубочка, слушай, чувак, я тебе за половину следочков пришлись, правильных, и все. Если мы обеспечиваем в сфере борьбы с коррупцией работу принципы неотвратимости наказания, если мы каждый раз... Как тебе обеспечить? Ну вот смотрите, если мы... Это в режиме черно-белого. Или да, или нет, да? Как про динозавра и девушку. Если мы этого не сделаем, все остальное это болтовня, да? Согласен с вами. Вот это ключевой момент. Поэтому, еще раз, прозрачность она в том, что все эти случаи должны быть общественности известны. Она должна мониторить результат. Вот эти чиновники пойманы за руку, пойманы, наказаны. Если нет, значит государство демагогией занимается, а не борьбой с коррупцией. Я буду дежурить в приемной руководитель партии Медведева. Приходите на прием. А кто... Своими документами, давайте, приходите. Смотрите, вы говорите, кто будет инструментарием, да? Вот как раз вот эти общественные организации, которые заинтересованы этим заниматься... Ну вот распил, например. Они сидят день и ночь, анализируют вот эти скучные фигни там, которые вывешивают на сайте газа. Все знают, что воруют дальше. Там технически немного, потому что продолжения, инструментария нет. Они публикуют, где что украли, и это очень здорово. Но политической воли у власти взять и наказать этих людей нет. Они говорят, это все ничего страшного, все нормально там и так далее. Вы знаете, случилось чудо. В очередной раз, в очередной раз, рано или поздно гости, говоря о том, что нужно делать, а я их просто прошу, а кто будет делать? Ребята, что вы здесь пургу гоните? Приходят к чему, к вопросу о политической воле. Так у нас она есть? Вот мы пойду уйдем. А где она? Так сейчас вы увидите, да? Есть политическая воля. Где? Вы знаете, все говорят, вот вы нормально... Тогда она появилась. Скажите, пожалуйста, политическая воля. Нет, у власти политической воли нет. Есть. Что такое власть? Примеры, примеры, примеры. Вы понимаете, ну вот я как депутат оцениваю свою деятельность по запросам. Вы понимаете, вот я написал уже, ну, наверное, не одну сотню депутатских запросов, и вы знаете, мне было приятно, 35% были реализованы. Так что, когда я еще... Вы как-то ушли в сторону. Я конкретно говорю, приносите документы, которые вы считаете, что это совершено уголовное преступление приемной партии Медведева. Я даю вам гарантию, что я пошлю депутатский запрос Бастрыкину и Чайку. Вы смотрите, я по... Вы сможете принести такие документы? Да, Валер, я, например... Не, ну вы сможете принести или нет? Да я миллион документов вам принесу, в частности. Мне не нужно миллион, давайте отыграем... Смотрите, я обращался к Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, лично, лично, как лидер Демвыбора, много раз, с одним простым вопросом. Я не просил его искоренить коррупцию завтра, да? Я просил его рассекретить отчет по транснефти. Ноль ответ. Вот и стоит. Мы должны прорваться на короткие новости. Вот знаете... Добрый день, мы снова в эфире, обсуждаем о коррупции, методе борьбы с ней. Нас в гостях Варилий Трапезников, депутат Госдумы от Общероссийского народного фронта и Владимир Милов, лидер Демвыбора. Вот имейл пришел очень такой в тему от Алексея. Счетная палата при Болдорове работала хорошо, только человек, похожий на генпрокурора Скуратова, работал плохо. В общем-то, весь о чем разговор идет. Давайте возьмем просто телефонный звонок один. Добрый день. Александр, добрый день. Да, здравствуйте. По запросным летом или еще вот летом, как бы раньше, своими собственными ушами слышал, Медведев выступает и говорит, проворовался какой-то чиновник, 2 миллиарда украл. Я посчитал, мне надо 4 тысячи лет работать на ясный пить. И он говорит, значит, вот такой-то, сякой-то украл 2 миллиарда рублей. И вы что думаете, мы будем молчать, мы ничего делать не будем, да? Мы его уволим. Но я хочу напомнить... Я своими ушами это слышал. А помните, помните Фродков? Помните, Фродков тогда на заседании было кабинета министров? Какой-то там чиновник что-то тоже докладывал по поводу Олимпиады. И Фродков так спокойно берет и говорит, ну я знаю, уже все распилили, все разворовали. И все, и тишина после этого, никто не сел. А вот вы, Степан, я вот постоянно слушаю ваши передачи, да? Вот вы задаете вопросы, люди приходят к вам, да? Вы спрашиваете, ну почему, ну почему, ну как же так? Ну почему вот Центробанк вот то делает, чему это? Да они охамели. Вот это же все посыл, это нам посыл, всем людям. Мы должны понять, что мы чмо, мы никто, мы должны себе не молчать. Нельзя так себя не любить, я люблю себя, я не чмо, я гражданин России. Смотрите, ну человек выразился, ну он может быть не очень удачно выразился. На самом деле то, о чем он говорит, это очень просто. Это отсутствие какой-либо ответственности, то есть обратной связи. Безусловно. И вот раз мы стали говорить о политической воле, вот хотелось бы вас спросить, а как вы ее определяете? Вот когда, уж какой смысл вы вкладываете в понятие политической воли, когда вы о ней говорите? Когда есть очевидные вещи, которые нужно делать, ну вот все там знают, что он вор, да? Вот человек вор. И его не наказывают, ему позволяют, там даже если его увольняют, но позволяют уйти от ответственности, да? Вот я так понимаю, претензии слушателей заключалось в том, что несерьезно, 2 миллиарда, а его всего лишь уволили, да? Вот эта политическая воля очень четко измеряется. Таких кейсов много, от Минобороны до Транснефти, там до Газпрома и так далее. Все они постоянно на поверхности. Есть люди, которые их систематизируют и составляют такую ткань, картинку, да, из этого. И когда видно, что там по всем строчкам нули, что все ушли от ответа, что Лужков с Батуриной прекраснейшим образом себя чувствует, Чубайс прекраснейшим образом себя чувствует, да? Ну, это, конечно, огромная проблема. Вот это как раз дефицит политической воли демонстрирует, что все эти ребята, которые где-то чье-то напортачили, они все нормально, у них все хорошо, в шоколаде и так далее. Вот политическая воля измеряется вот этим. Почему так происходит, на ваш взгляд? Потому что они все являются, по большому счету, членами одной корпорации. И там действует принцип, там своего, там ворон ворон у глаз, как говорят. Есть неприкасаемые. Но я, вы знаете, вообще-то не бросался такими обвинениями. Это не обвинение, констатация фактов, к сожалению. Я вырос в такой системе и при большевиках, жил сейчас, все же для меня, при всем вашем неуважении к суду, для меня приговор. Вот только так вырос я почему-то. Если есть приговор, уже после этого я могу назвать человека преступником. До этого я не могу ни Батурина, ни Лужкова, ни кого называть. Когда премьер-министр говорит, что кто-то украл, значит, он говорит, не просто так. Но вы знаете, с другой стороны, я тоже не могу понять, если так он. Ну, видимо, так он привык говорить. Тоже неправильно. Но вот знаете, я хочу реплику небольшую. Я вот специально принес те люди, которые, возможно, даже уйдут из Государственной Думы. Как мы проголосовали за три законопроекта об ограничении зарубежных счетов. У нас 450 депутатов. За все три законопроекта проголосовало 444 депутата. То есть, понимаете, единодушие какое. Даже бедный человек, как я, ну, бедный, самый бедный депутат. И самый богатый. Он проголосовал тоже. Это, понимаете, ее от них никто не заставлял. Я с вами не соглашусь. Знаете, почему? Есть у меня знакомый депутат. Я на ним периодически издеваюсь. Человек не бедный. Издеваюсь на них. А зачем вы издеваетесь на человека? Ну, я не могу к депутатам серьезно относиться. О, тогда мне приходится вас вызывать на дуэль. А потому что я тогда хватаюсь за оружие, если буду насти серьезно. Ну, вы приятные исключения. Спасибо. Знаете, что он сказал? Я на ним стал издеваться. Говорю, слушайте, вы что там все с ума сошли? Ты что, хочешь вообще без штанов остаться? А он так спокойно говорит, так это ж нас не коснется. Почему? Вот у него такое мнение неприкосаемое. А вы же за все схвачены. Не надо. Да, смотрите. Из Единой России ушел Кнышов, ушел Ломакин. Ну, были очевидные такие вещи просто уже. Так сейчас каждый депутат будет оглядываться, он чист перед народом или нет. Я вам хочу сказать, что уже следующая седьмая дума в шестнадцатом году будет намного, как говорится, но более чистая. В смысле, никто не будет иметь квартирки в Америке. Я считаю, не нужно их иметь. Если ты... Нужно определиться. На двух столях сидеть нельзя. Или ты хочешь... Заработал, ну, честно, заработал, почему он не может иметь? Можно, есть такой важный момент, который Валерий коснулся, это вот приговор, да, действительно, в нормальной стране так и должно быть. Суд решил, значит, виновен. Виновен, значит, нет. Но у нас все знают, какие у нас проблемы в судебной системе, низкие доверия. В нормальной стране есть социальный контракт, который выполняется обеими сторонами. Ну, судебная система, эффективная и независимая, должна быть неотъемлемой стороной этого социального контракта. Так вот, я хочу сказать, почему Лик Ван Ют отдал лондонцам все судебные решения, потому что он не доверял. Он не доверял своего ближайшего родственника, брата, по-моему, да? Смотрите, что касается судебной системы. Вы знаете нашу статистику, что у нас те приговоры, которые доходят до стадии приговора, они на 99 с лишним процентов обвинительные. Так вот, там, председатель Верховного Суда Лебедев озвучил совсем другие цифры по приговорам о взяточничестве. Вы знаете, какие? Только 25 процентов доходит до обвинительного приговора из тех, кто обвиняется по статьям взяточничества. Две трети отделываются условными сроками. Вот такая история. Это называется своим все чужим законом. Но условный срок это тоже крест на карьере. Это статистика председателя Верховного Суда. Слушайте, он наморовал на всю жизнь. Какой крест? Поэтому вот здесь это как раз четкая иллюстрация вот этой корпоративной зависимости судебной системы. Вы спрашивали, что мы предлагаем с ней делать. У нас тоже большой там пакет из 50 основных только пунктов. Но ключевой момент это назначение и дисквалификация судей. Они не должны назначаться из бывших работников силовых структур. Но избираться это тоже очень сложно. Это отдельный вопрос. Вот совершенно точно они не должны назначаться из выходцев из силовых структур. Отсюда обвинительный уклон. Отсюда потакание своим. А что большой процент вы считаете, что... Огромный, огромный. Нет, я статистику смотрел. Исполнительная власть не должна вмешиваться в процесс оценки работы и дисквалификации судей. Потому что мы знаем, что в квалификационных коллегиях там представители ФСБ, администрации президента, там губернаторов и так далее. Вот этого всего влияния не должно быть. Это должна быть независимая судейская история, да, где должно играть большую роль юридическое сообщество, адвокатура и так далее. Ну, в общем, хотите построить идеальное общество? Нет, на стороне идеального общества. Мы хотим сделать шаг от сегодняшнего общества предельно далекого от идеального. Мы уже идем. Мы расчищаем. Вот народный фронт вы спрашиваете. Мы, как, знаете, снегоуборочная машина, будем хватать... А тут нужен танк. Пока вы имитируете все. Не надо. Ратифицируйте 20-ю статью Конвенции. Вот тогда поговорим. Еще не началось ничего. Раунд окончено. Еще закон-то не принят до конца, а вы уже говорите, мы только... Да мы не имитируем, мы боремся против коррупции. Давайте возьмем телефонный звонок. Да, добрый день, Ольга Павловна, вы в эфире. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Степан, вас прям в гости совсем заклевали. Брэк, граждане, не надо так орать в эфире. К сожалению, есть еще другой вариант суда и возмездия. Я не буду перечислять те имена и фамилии, но когда все эти честным трудом нажитые денежки уходят на докторов, на очень дорогих, и, увы, со всеми деньгами это не помогает. Если об этом чаще напоминать, пусть это даже не этично. Это хорошо, если сам. А если это человек кровный, это очень страшно. Ты со всеми своими деньгами, со всем своим положением, так называемым, помочь не можешь. Пусть это не этично, но многих это отвратит от воровства. Наверное, я нехорошая. Вы хотите сказать, что на белом Мерседесе в рай не въедешь? Да нет, и гроб на всю семью сразу не сделаешь. А, ну я понял. Раморный, бриллиантовый, какой угодно. Ну, не надо, надо думать о том, называйте как хотите, но есть высшие силы, которые, к сожалению, воспитывают. И очень больно. Мне приходилось и сталкиваюсь иногда с людьми, которые положили всю свою семью. И сидят, а вот куда мне это теперь надо? Я встречаюсь с ними иногда на кладбищах. Стоят такие мемориалы, знаете, жутко смотрят. Оптимистично. Да, да, да. Ну, смотрите, ведь есть такое хорошее выражение, на бога, надеюсь, это сам не плашает. Понимаете, ждать от бога милостыни, что он поборет всю коррупцию, как-то не приходится. Нет, нет, вы понимаете, для того, чтобы организовать одно хищение, нужно иметь большую группу поддержки. Да. Начиная от обычного участкового милиционера, вы же помните, когда организовывался рынок недвижимости? Для того, чтобы старенький кто-нибудь из квартирки утилизовался, нужно иметь участкового, нужно иметь участкового врача, который напишет справочек о смерти, судмедэксперта, который напишет, что все хорошо, похоронная команда, которая быстренько тель свезет в крематорий, и все тихо и спокойно. И даже если появится какой-нибудь несчастный родственник, который будет отсуживать квартиру, которую занял либо милиционер, либо судейский родственник, либо еще кто-нибудь, там понятно, под погонами, сейчас скажу, кто президент Верховного суда, все равно отменит решение в пользу родственника. И под погонное существо останется жить. Но вы знаете, живут почему-то недолго и плохо. Я говорю, я злая, нехорошая, старая и циничная. Все, всего доброго. Все, какая добрая женщина. Да, да, да. Нет, ну если серьезно... Бог накажет, да. Ну, на самом деле правильно говорить. Ну вот смотрите, вся система пронизана коррупцией, грубо говоря, она на этом держится, этим живет. На каждой есть своя папочка. То есть низший имеет папочку, на высших все все знают. Ну, наверное, этим и объясняется то, что все уходят от ответственности. Если вы начнете бороться с такой системой, она же просто рухнет. Такая рухнет, ну так а насколько она такая нужна? Потому что она приводит к плохим результатам просто по широкому спектру фронтов. Да, я извиняюсь. И, конечно, ее надо менять. Вот у меня, честно, на госслужбе были такие эпизоды, когда там штатный прикомандированный в наше ведомство ФСБшник приходил ко мне там за рюмкой чая и говорил, вот ты сволочь, на тебя нет ничего, да, ну что же с тобой делать? Вот это действительно, вот это очень важную тему слушательница подняла про соотношение высшей и низовой коррупции, да, вот. Так вот низовая коррупция, ее покрывательство выгодно, потому что они обеспечивают лояльность всей этой армии и себе, да. И отсюда, вот в чем я не согласен с Акашвили, да, в том, что он низовую коррупцию-то действительно придавил страхом и повышенными зарплатами, а выше она осталась в Грузии. И даже, я бы сказал, по моим оценкам, она выросла. И в итоге этот монстр, ну одну голову отрубили, но они вырастут еще. Так что, у нас минута осталась, давайте подведем. Я хочу сказать, что вот вы себя считаете идеально честным человеком. Нет. Ну вот так же и я, а я себя считаю. И вот у меня уйма знакомых, я прожил долгую жизнь, вы знаете, все равно большинство россиян, порядочных людей. Я согласен, но почему-то у нас во власти одни жулики. А вы знаете, с одной стороны, я хочу сказать, что к выборам-то нужно относиться очень-очень серьезно. Валерий, у нас есть Чуров, да, какие выборы? Не надо. Вот с этим я не согласен. Если, предположим, Екатеринбург победил, знаете там кто? Справедливая Россия. То есть ножками надо ходить, уговаривать людей и доказывать. Спасибо, спасибо. За программу у нас были в гостях Валерий Трапезников и Владимир Милов. Удачи.